ПЕСНЯ Древнейший образ млекопитательницы находится в Свято-Успенском монастыре. Каждый вторник совершается акафист уже на протяжении десятилетий. Владыка наш, митрополит Агафангл, вчера вечером и утром с векариями, с батюшками совершал всеночные бдения, литургию. Эта икона дивная, на ней изображено, как Богородица млеком питает Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Каждая мама, каждая семья особо должна почитать этот образ, для того, чтобы в жизни, когда будут деточки, чтобы было все хорошо, во-первых, с кормлением. Вот в моей жизни произошел такой случай, когда Лука родился, мы должны были рожать идти и пришли на молебен. И я подошел к Богородице и такой подумал, что Богородице, ну у нас с молоком всегда все хорошо, как бы было, не буду тебя тревожить по этому поводу. И Лука отказался в ближайший месяц, в груди. И я понял, что это было для меня для смирения. Надо всегда подходить со смирением к Богородице, с просьбой, и тогда все будет хорошо. Поэтому этот образ у каждого должен быть в семье. Еще сегодня празднуем праздник мученицы Татьяны. Всех Татьян, матушку Татьяну, покойного отца Алексея, моих одноклассниц, Танюша Головаченко, Танюша Бущан, Танюша Кирлык. И житомирщины Танюшу с Попельни, и множество-множество Татьяны. Поздравляю вас с этим днем вашим, ангела, мученица Татьяна. Известнейшее имя, красивое имя. Дай Божьего мира, спасения души, крепкой веры, никогда не унывать. Быть помощницами своих мужей. И чтобы вас никто никогда не обижал. Сегодня я наблюдал такую картину в храме, что основная масса это женщины. Вы знаете, я подумал, вспомнил, послевоенное время, военное время, когда в Великую Отечественную войну погибли миллионы мужчин, да, основная масса. И на плечи женщин легло бремя выжить, воспитать детей, продолжить род, вот выкрутиться всей этой беды, да, смотреть за инвалидами. И сейчас то же самое. Война за два года так выполоскала наш цвет нации. Столько детей, столько мужей, столько сыновей погибло, сколько осталось раненых. И сейчас на плечах женщин то же самое все. И я понимаю, как нужно нашим матушкам, женщинам сейчас Божья помощь. Как нужно прибегать в храмы. Не в телефоны, не в суетливость жизни, а в храмы, чтобы Господь напитал, утешил, поддержал, благословил. И как правильно и хорошо, что наши матушки приходят и на плечах своих, неся это бремя, взывают Богородицы, взывают к святым, взывают Творцу и Создателю нашу. И какие слова, какое поощрение, что может утешить маму или жену, потерявшего своего мужа, или деточек, как не Господь. Сколько я был свидетелем ситуации, когда погибли страшно просто дети, мой отец застрелил случайно на охоте сына. Как можно такое пережить? В храме все переживается. И Господь дает силы. И дай Боже, чтобы наши украинки, наши девчата, наши девчули, на плечи которых легло сейчас большое бремя, не упали в отчаяние. Обратились к Господу. Потому что без Господа девчата, не замуж сейчас, да, вот молодым, да, сколько сейчас девчат, сколько парней, все пропорции смешались. И тут надо особое благословение Божие. Я всегда об этом говорю. Нам, мужчинам, ценить наших жен, наших матерей, наших женщин, благодарить их. Наши, чтобы дети это ценили. И девчатам, конечно, дай Боже, силы терпения. Обращаться к Господу, не унывать. Господь все утешит, Матерь Божия всем покроет. Поздравляю всех с Днем Ангела, Танюш. Дай Боже, чтобы наши женщины стремились к храму Божьему. Там находили утешение и благословение. Все в жизни устроится по воле Божьей. Дай Боже сил нашим именинницам, спасения души, на многое благолет. А наши, Танюши, найжиют, найжиют. Много лета наймают, наймают. Много я, много лета наймают.